Добрый вечер! В эфире Вестни Городской Думы. В студии для вас работает Кристина Добровольская. И к первой теме нашего выпуска. Все избиратели 14 сентября смогут не только отдать свой голос за депутатов Гордумы и мэра. Параллельно с этим горожанам на избирательных участках дадут возможность поучаствовать в опросе. Его инициировал глава муниципалитета. В анкетах жителям предложат ответить на актуальные вопросы, которые помогут будущей власти принимать правильные решения. Это предложение обсудили на заседании Комитета Городской Думы по местному самоуправлению. Глава муниципалитета ждет от горожан ответы на пять вопросов. С ними и со своей инициативой он и обратился в профильный Комитет Городской Думы. 14 сентября для опроса выбран не случайно. Это очень удобный и, главное, не затратный для бюджета вариант. Затрат никаких с бюджета нет. Мы узнаем мнение наших жителей и уже администрации, и Благовещенская Городская Дума в новом составе, который будет работать. Они уже будут знать, какие вопросы можно обсуждать и принимать по ним решения по результатам опроса. Вопросов всего пять, но они способны определить стратегию развития Благовещенска на ближайшие годы. К примеру, нужна ли горожанам муниципальная управляющая компания или достаточно частных? Особенно это актуально сегодня, уверен глава, когда к управляйкам предъявляются все более высокие требования, и многие мелкие фирмы уходят с рынка, так как не могут им соответствовать. Следующие вопросы. Присоединять или нет городскому округу земли Благовещенского района? Какое из направлений развития должно быть приоритетным для города в статусе столицы области? Что жители хотят видеть на насыпной территории под названием Золотая миля? И где все-таки должен располагаться центральный ледовый городок? На площади Ленина или возле УКЦ? Притворить все народные чаяния в жизнь поможет федеральная программа развития приграничных территорий, в которую сегодня областной центр стремится войти, а также действующая программа социально-экономического развития до 2020 года. Данная программа, что приграничных территорий, что программа социально-экономического развития, является догмой, а путем этого вопроса можно носить коррективы и определять те или иные приоритеты для развития города. Выразить свое мнение по названным вопросам сможет абсолютно каждый избиратель, придя 14 сентября на свой участок для голосования. Благовещенцы обратились в городскую думу с вопросом о порядке расчетов за коммунальные услуги. В частности, жители возмущены расчетом стоимости общедомовых нужд. Анна Шадрина о том, какие пути решения этой проблемы предложили депутаты. С жалобой на непомерную плату за общедомовые нужды в Думу первыми обратились жильцы дома Пашевченко-48. Затем последовали и другие подобные обращения, недовольных счетами за ОДН в городе тысячи. Благовещенцы уверены, сам принцип начисления платы в корне неправильный. Потому что сегодня за все долги злостных неплательщиков и за непрописанных соседей платить приходится добросовестным жильцам. После первого заседания комитета по этому вопросу, которое прошло 22 августа, к делу подключились юристы городской думы. Было установлено, что в ряде регионов Российской Федерации уже имеется судебная практика, по которой указанные нормативы оспаривались и признавались незаконными. Поэтому экспертно-правовой отдел пришел к выводу о возможности обращения в прокуратуру Амурской области. Прокуратуру городские власти попросят проверить постановление Амурского правительства, которое утвердило нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. Соответствует ли оно федеральному законодательству? Еще одно обращение дума направит в само правительство области с просьбой просубсидировать горожанам установку общедомовых приборов учета. За эти предложения проголосовали члены комитета по местному самоуправлению. Теперь процедура требует вынести вопрос на общее внеочередное заседание думы 9 сентября. Было собрано несколько тысяч подписей жителей города Благовещенска против методики расчета оплаты общедомовых нужд. Поэтому надеемся на то, что дума 9 сентября данный вопрос рассмотрит, обратится в высшестоящие органы. И уже правительство Амурской области, прокуратура Амурской области примут нужные меры. Поздравить детей, их родителей и педагогов с Днем знаний на торжественной линейке 1 сентября пришли депутаты городской думы и глава муниципального образования. Владимир Кобелев побывал на празднике в 17-й школе. Он вручил почетные грамоты нескольким учителям, поздравил учеников и отметил, К нынешнему учебному году впервые сразу несколько школ города, в том числе и 17-е, получили дорогие и очень нужные подарки. Самое, наверное, так сказать, знаменательное, то, что сделано для школ города Благовещенска, это строительство четырех стадионов, которые сейчас ведется в четырех школах. Возможность заниматься спортом, я считаю, что это значимое событие для образования в целом городского и для школ города Благовещенска. Но заниматься на новых стадионах школьники смогут уже в текущем месяце. Срок сдачи площадок – середина сентября. Но учебные будни во всех школах Благовещенска начались уже с этой недели. Особенно запоминающимся старт учебного года, конечно, стал для первоклассников. Им в День знаний уделяли особое внимание. Отдельные напутственные слова прозвучали и для тех, кто на школьной первосентябрьской линейке стоял в последний раз. Выпускному классу, хочу сказать, вы вышли на финишную прямую. Спасибо. Удачи вам дойти до выпускного без потерь. Всех с праздником, с Днем знаний. И в заключении выпуска сюжет о том, какие перемены произошли за последние годы в сфере дошкольного образования. Нынешний созыв городской думы, который уже завершает свою работу, приложил огромные усилия к тому, чтобы свести на нет очередь в детские сады. Анна Шадрина изучила историю вопроса. Год 2010-й. Проблема нехватки мест в детских садах Благовещенска достигла своего пика. Недавно избранному пятому созыву городской думы решать предстояло сложнейшую задачу. В 2010 году активное началось решение этой проблемы. Очередь составляла более 3000 человек. В городе Благовещенске было принято решение идти по ни одному направлению, что просто строительство новых детских садов. Мы понимаем, что это затратно и сроки, это сдача детских садов, это выбор земельного участка. Помимо строительства, от которого власти тоже не отказались, было обозначено еще несколько направлений. Одно из них – возвращение в систему дошкольного образования бывших детских садов. Несколько типовых зданий в постсоветское время за ненадобностью были перепрофилированы. А некоторые, как, например, один корпус этого ведомственного садика Почты России, вообще пустовали и разрушались на глазах. За него депутаты бились дольше всего, но результат того стоил. Когда детский сад был возвращен в 2010 году, сразу же были выделены деньги, работы профинансированы по капитальному ремонту, затем по оснащению, то есть было куплено полностью все оборудование, и сделаны площадки для нахождения групп на улице детские. Замечательные, одни из лучших сейчас, потому что детский сад вроде бы и не новый, но половина детского сада родилась заново. Сегодня вновь стали детскими садами пять зданий, ранее считавшихся потерянными для малышей. Шестое – на подходе. Помимо этого, за прошедшие четыре года создавались дополнительные места в уже существующих детских садах, а в школах открывались группы по подготовке к учебе для детсадовцев старшего возраста. Построено и сдано в эксплуатацию два совершенно новых дошкольных учреждения. Еще два возводятся сейчас. На все эти цели городские власти смогли изыскать внушительную сумму. Депутаты Благовещенской городской думы совместно с администрацией города Благовещенска с 2011 по 2014 год направили на увеличение мест в детских садах порядка 400 миллионов рублей. Эта цифра как собственные средства около 200 миллионов, так и привлеченная из областного федерального бюджета. Эта цифра тоже около 200 миллионов. Затраты себя оправдали. В Благовещенских детсадах стало на 3212 мест больше. Таким образом, очередь из ребят, которым уже исполнилось 3 года, сошла на нет. В этом году впервые Управление образования уговаривало родителей тех малышей, что помладше, прийти забрать путевки, которые больше месяца оставались невостребованными. И на этом власти не останавливаются. Сейчас разрабатывается программа, согласно которой жилищное строительство в Благовещенске будет возможно только в комплексе с возведением социальных объектов, включая школы и детские сады. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Приятного вам вечера и до встречи в эфире.